всем привет дорогие друзья из солнечной лани привет всем мы опять в дороге надеюсь вам нравятся наши видео из разных мест турции в этот раз мы опять едем в афьон и опять по делам но сегодня воскресенье сегодня мы едем прямиком в деревню потому что все эти места и учреждения закрыты которые нам нужны а сегодня в деревне у нас собирается вся семья и будет барбекю в общем будем жарить шашлыки поэтому приглашаем вас вместе с нами ну и конечно же в начале видео я хочу поблагодарить всех тех кто нас поддерживает пишет комментарии пишет мне на ванцап подписывается на наш канал спасибо вам огромное ну а если вы впервые на нашем канале или считаете что наш канал интересный и полезный можете поблагодарить нас чашечкой кофе как это сделать смотрите в описании к этому видео также друзья не забывайте о том что несмотря на то что сейчас пандемии самолеты не летают уже начались бронирование отелей туров и авиаперелетов поэтому в описании к этому видео смотрите промо-коды и сайты где можно заказать себе лето купить билеты и туры со скидками также заходите на нашу группу в фейсбуке там всегда свежие видео каждый день новые фотографии и прямые эфиры но и конечно же заходите на сайт нашей компании в описании к этому видео вы найдете ссылку и если вам нужны наши услуги будем рады вам помочь ну а сейчас продолжаем наше движение сторону афьона погода стоит замечательная и желаем всем хорошего настроения и присоединяйтесь к нам друзья мы уже в испарте и от начала города до центра по на протяжении всей дороги можно видеть местных жителей которые продают каждый свой товар например черешню сливу помидоры или что-то другое вот вам сейчас покажу слива и в основном черешня и машина вот так вот останавливаются и покупают кому что необходимо а мы уже в испарте смотрите мое предыдущее видео с фабрики где производят розовое масло было очень здорово ну и конечно же испарта это столица турции где производят розовое масло и товары с добавлением лаванды до афьона осталось 30 километров и там до деревни буквально минут 20 мы уже приехали посмотрите какая здесь красота шикарные леса зеленые и в деревне нас ждет шашлык все уже собрались ждут нас друзья по дороге в нашу деревню мы немного свернули не туда и едем вот таким вот дорогам которым которыми соединены местные деревеньки и было не зря что мы завернули не туда потому что смотрите вот они поля маков покажу вам как выглядит вот эти вот маковые поля потому что многие из вас хотели увидеть друзья вот так вот выглядят поля мака и цветы уже опали вот здесь вот видно сейчас вам покажу чуть поближе вот здесь видны цветы мака но к сожалению все цветы уже опали и вот так вот выглядят еще не опавшие цветы мака вот там вот вдали есть фиолетовые но сам маг выглядит вот таким вот образом и когда маг цветет все покрыто белым цветом вот вы видите вот так вот выглядят цветы мака ну и здесь еще тоже рядом много всяких разных цветов на противоположной стороне также маковые поля и здесь цветов чуть больше дваunks поля и здесь и здесь вот 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 мы уже в деревне потрясающе здесь классно невероятно и нас уже ждет супер супер шашлык к сыр к сыр расскажу чуть позже что это такое это очень очень вкусно а вот так мы делаем шашлык у нас здесь кефты курица белое мясо ножки ножки потом крылышки в общем вот такая вот вкуснятина вот так вот выглядит наш стол кефты курица и к сыр к сыр это булгур маленький с огурцами капустой помидорами и луком вот это вот очень вкусно и шли кефты внутри с мясом ну и конечно же баклажаны на гриле и арбуз всем приятного аппетита да вот такая собака и сегодня у собаки праздник живота а сейчас спадбище везут ведут кос и маленьких и больших смотри тупики красивенький а 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 Маскир аретом остается чемпи 송олантом. Сомер сломан уплотнём с оглашки. Сомер смелом уплотнём с оглашки. Сомер пластики потом засыпаем, Сомер م Chestком зеленым и всечем свийским. В общем, крючком зеленый пластика. В частности, крючком зеленый смолок. Бардая до конца Потом мы находимся с мусульками Чай И вкуснее Начался сильный ветер И, друзья, кажется приближается Сильный сильный дождь Но он так же быстро, как придет, так же быстро и уйдет Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как вы думаете, где мы находимся? А мы находимся недалеко от Афьона И едем в сторону Испарты И заехали в небольшой городок Который называется Кечебору В этом городке Из этого городка вы уже видели видео на моем канале И в этом городке мы останавливаемся всегда по дороге между Афьоном и Алани Для того, чтобы пообедать в одном из маленьких ресторанчиков Точнее, в так называемой столовой И владельцы этого ресторана пригласили нас к себе домой Представляете? Собирать черешню в их саду Потому что каждый раз, когда мы к ним приезжаем Они угощают нас черешней из своего сада У них в ресторане очень вкусный суп, домашняя еда И Айхан спросил, можно ли у них купить черешню И знаете, что они сказали? Они сказали, черешню мы не продаем Но вы можете прийти в наш сад и собрать себе черешню В общем, друзья, Турция потрясающая страна Здесь потрясающие люди Вот так вот выглядит этот городок И мы идем к Мустафе и ее семье Его семье собирать черешню Как же выглядят провинциальные городки Небольшие городки в центральной Турции А выглядят они вот так В самом центре города находятся кафе, рестораны И центральный парк Где обычно всякие разные чайные Где можно посидеть, выпить чаю, отдохнуть А от центральной улицы, от центрального парка Улочки расходятся в разные стороны И выглядят дома на таких улочках Вот таким вот образом Вот такие вот здесь домики И за каждым домом расположен сад Сейчас вот как раз в один из таких домов мы идем И будем собирать черешню Здесь дома совершенно разные От очень-очень старых Посмотрите, здесь уже все разрушается До новых домов, которые построены совершенно недавно Вот, например, один из таких домов И отапливают здесь дровами Вот такие вот здесь красивые цветы Посмотрите, какая красота И здесь находятся только частные дома Есть несколько вот таких вот трехэтажных В которых, скорее всего, возможно, живет несколько семей Может быть и одна Но вот это пример нового дома А рядом с ним расположен достаточно старый дом И вот этот мужчина, зовут его Мустафа Он владелец небольшого кафе здесь И здесь у них сады черешни Мы сейчас идем в сад собирать черешню Как выглядят задние дворы дома Вот так вот выглядит задний двор дома И в этом доме отопление печное Как сказал владелец, здесь сейчас никто не живет Они живут в кафе В том доме, где находится их кафе И отопление здесь печное Но в этом году им провели газ Здесь у нас Влада Влада, расскажи Тебе понравилось во Фьёне? Да А что понравилось? Все Хлеб Мы там не походили Мы там не походили Мы там много походили Да И здесь Айхан у нас собирает черешню Посмотрите, какая есть черешня Прям черная-черная Спелая-спелая И владелец сказал, что эта черешня уже опадает И через неделю здесь ее уже не будет В общем, нужно собирать Последний шанс собрать Вот она вся на земле Уже опавшая лежит Это вишня Да У них здесь есть вишня Черешня Посмотрите, какая прям спелая Черная-черная И Вот так вот Выглядит Дом Также в этом саду растет грецкий орех Вот так вот, друзья, растет грецкий орех Именно под вот этой зеленой оболочкой И формируется та плотная оболочка Которую трудно разбить Ну, рукой необходимо Специальный прибор или чем-то твердым Посмотрите, какие здесь шикарные розы В общем, красота Так, Айхан Айхан Так, Айхан там у нас усиленно собирает черешни Покажи, Айхан, что насобирал Посмотрите, какая крупная, шикарная черешня Так, Айхан Айхан сейчас соберет, потом ты соберешь Так И грецкий орех там растет Вот Кстати, да, грецкий орех Их не поможет Вот 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 Черешня, конечно, шикарная И что там еще есть? Белый тутовник Где? Ага Ага А вот И белый Белый тутовник Шелковица же это, да? То же самое Шелковица, нет? Да Тутовник, шелковица Ага Белый тутовник, кстати, тоже очень вкусный, но он отличается чуть-чуть от этого самого темного Здесь у нас растет Ой Тут где-то Вот он Белый Ага Я шла и мне прямо прилетел улюк в ногу Вот Да, да, смотрите какой Ага Огромный Мама Мама Ну он такой более зернистый, да, получается? Мне показалось Ага Вот он вот такой вот Спелый Он такой, получается, коричнево-фиолетового, такого интересного цвета Вот Спелый Ой Спелый тутовник Он Вот такой, да Вот такой вот он Очень прям он такой мясистый Прям Он легко падает, потому что он спелый Очень спелый Ладушка, на Смотри, 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 падает отсюда Он у меня тоже Вот здесь вот тоже Вот такие невероятные приключения происходят с нами всякий раз, когда мы путешествуем по Турции Сегодня Мустафа Бей пригласил нас в свой сад И посмотрите, сколько черешни мы собрали Также в его саду растет шелковица Вы когда-нибудь пробовали белую шелковицу? А выглядит она вот так И она очень вкусная и сладкая Здесь у него также растут грецкие орехи Много-много разной черешни Ну и, конечно же, посмотрите, какие красивые розы здесь есть Невероятно Поэтому, друзья, когда вы путешествуете по Турции Между большими городами Не забывайте заезжать по дороге в маленькие городки И, например, кушать в разных маленьких кафешках Где готовят местные жители Ну и которые приглежат местным жителям И обязательно общайтесь и разговаривайте с этими людьми Потому что все самое интересное происходит именно тогда, когда вы знакомитесь с местными жителями Они могут пригласить вас в свой дом, в свой сад Угостить чаем и даже разрешить собирать черешню, клубнику, вишню И, например, когда мы были в Финике Мы были в садах, где мы собирали апельсины, баклажаны, помидоры, перец и так далее Поэтому обязательно-обязательно заезжайте в такие маленькие городки И, когда путешествуете по Турции Всегда общайтесь с местными жителями Потому что, как я уже сказала Именно из этого сложится ваше правильное впечатление о Турции И вы получите впечатление, которое вы не забудете никогда Ну а сейчас мы продолжаем наш путь обратно в Аланию из Афьона Если вы не смотрели наши прошлые видео, то обязательно смотрите На моем канале очень много видео из разных городов Турции Ну и, конечно же, очень много видео из Афьона Поэтому приглашаем вас вместе с нами в увлекательное путешествие по Турции И в этой деревне очень много садов И, например, около этого дома растет шелковица Посмотрите, липа Здесь же миндаль Посмотрите, он уже поспел Огромный-огромный миндаль Здесь очень много зелени Такие сочные, яркие, прям красивые листья Много цветов И напишите в комментариях, что это за дерево Мне почему-то показалось, что это сирень Не знаю Обязательно напишите в комментариях Друзья, если вы не подписаны на наш канал Обязательно подписывайтесь, потому что мы очень много ездим по Турции И смотрите, что я увидела Это Это Лаванда с пчелами Друзья, подписывайтесь на наш канал Обязательно комментируйте Обязательно ставьте пальчики вверх Ну и не забывайте подписываться на нашу группу на Фейсбуке В ней тоже всегда Каждый день много новых фотографий, видео, прямых эфиров из Алании и из других районов Турции Ну и, конечно же, заходите на сайт нашей компании В описании к этому видео есть наши контакты И, конечно же, когда вы приезжаете в Турцию Наслаждайтесь всем, что есть в этой стране А в этой стране, помимо того, что многие думают, что здесь есть только море, солнце и пляжи Здесь есть все, абсолютно все На каждый вкус Кошелек, желание, возраст, пол, состав семьи и так далее Я, скажу вам честно, не перестаю удивляться этой страной И даже путешествуя очень много раз из Афьона в Аланию и обратно Всегда, каждый раз я узнаю что-то новое Я каждый раз знакомлюсь с новыми людьми И мы постоянно Открываем для себя Новые стороны жизни этой страны Ну и, конечно же, потрясающих людей Которые всегда рады открыть двери своих домов И показать вам, как они живут Угостить вас чаем и всем самым вкусным, что у них есть Что еще можно сказать? Вот это вот и называется счастье Это самое настоящее счастье И, как я уже сказала, из Афьона у нас много видео, поэтому обязательно смотрите А сейчас мы продолжаем наш путь в Аланию И, наконец-то, вы увидите море Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!